приветствую всех подписчиков и всех гостей моего канала и вообще кто любит творчество в этом видео мы поговорим о акриловой заливке а собственно что для этого необходимо какие материалы многие возможно знакомы уже до с этой техникой акриловой заливкой какие картины с интересными узорами получается многие из вас возможно знают какие есть техники так как для себя я увидела пока три техники и хочу их три использовать я хотела эту технику давно попробовать все смотрела изучала смотрела разных мастеров и все делают по-разному у всех разный эффект у кого-то супер просто получался кого-то не очень ну я хочу все таки тоже это попробовать недавно у нас произошла такая закупка и она как раз вот для этой техники очень подходит тут это уже отдельно покупалось масло ляное для масляных красок это мы сторону вот что у нас тут есть три техники до акриловой заливки я их всех попробую это будет мой кстати первый опыт тоже вместе с вами так что если вы хотите попробовать присоединяйтесь я вам скажу что я подготовила для этого что нужно будет и какое вообще подготовить рабочую площадь для себя для этой техники чтобы не было у вас вся комната все в краске и сами чтобы полностью красками не были покрыты так что мы взяли силикон так как у нас будет одна техника где будет силикон все мы это брали в строительном магазине сразу говорю нас это эпицентр вот силикон герметик прозрачный таких тюбиках он где-то стоит 80 гривен то есть на сегодня то есть чек есть я вам расскажу сколько все это обошлось конечно все так по мелочам вроде бы недорого но в купе все-таки выходит хорошую копеечку вот ну и вообще творчество это не дешевая вообще художественное творчество художество это не из дешевых удовольствий вот но все же так в некоторых работах мы будем силикон да потом второй вариант у нас будет это ла с лаком только из клеем пва еще нам понадобится клей пва вот клей пва он меня был мы в этот раз не покупали с клей пва нам тоже для развода краски понадобится лак нам для развода краски понадобится купили белую краску ультра белая короче стены стели не знаю подойдет ли эта краска она для стен для потолка акриловая краска предназначена для декоративного окрашивания стен потолков из цементных работ потом гипсокартонных работ деревянных но я не знаю некоторые говорят мастера что такая краска строительная вообще не подходит потому что она трескается я не знаю мне это кажется как краска как раз должна под подходить потому что тут написано на какие поверхности она ложится на деревянные и на гипсокартоновые а холст у нас а холсты если картонные грунтованные и эта краска тоже ложится на грунтованную поверхность но не знаю буду экспериментировать добавлять некоторые работу вот эту белую краску она вот так вот называется естественно мы с вами посмотрим какой эффект будет с этой краской но есть у меня еще и художественная белая краска вот белая титановая краска можно брать фирмы санет художественную краску любую вот но что меня смутило когда смотрела работы до мастеров других мастер-классы сколько краски туда уходит позже мой наверное это было единственное что меня тормозило потому что я видела сколько туда краски уходит это же кошмар а если брать художественную краску то извините столько выливать краски но это просто я не знаю я просто бы локти себе кусала во первых художественная краска акриловая она не из дешевых и чтобы так ее использовать но это просто грешно поэтому тут в строительном магазине попалась вот такая краска это такая концентрированная краска это пигмент вот и он не такой уж и дорогой по соотношению с художественной акриловой краской и его намного хватает потому что его можно разбавлять с белой краской вот и все чудовочек все прекрасно получается то есть я выбрала несколько цвета этой краски это у нас апельсиновый это у нас такой лимонный желтый это червонный мне казалось я брала вишневый но он красным оказался это зеленое яблоко и смарагдовый он такой интересный мятный до такой цвет интересненький там же я купила я люблю очень синий цвет но из этих не было синего поэтому я брала пигмент другой фирмы это фиолетовый конечно не синий но фиолетовый потом нашла другой фирмы зебра уже такой вот синий смотрите красивый да концентрированный тоже цвет цвет ультрамарин что ли в общем синий красивый но это уже художественном магазине брала вместе с холстами но такой вот красивый цвет у меня нету и меня заканчиваться хорошо ходит синяя краска почему-то и я купила себе также в этом же строительном магазине купила такой фирмы металлика композит композит фирма композит чей композит это акриловая эмаль металлическая белая серебряная такая серебряная серебряная и золотая золотая если брать через интернет магазины они получаются дороже у меня есть такие синий цвет тоже зеленый и римское золото я тоже хочу в этой технике добавлять в картины смотреть какие будут цвета получаться вот видела что делают как бы в стаканчик все размешивать цвета один за одним цвет выливают и потом это переворачивать на холст и ждут пока на стечет или по воде там пошаманят над холстом этим стаканом и выливается такая размазня вот конечно размазня превращаться в что-то интересное красивая кого-то кого-то получается не очень удачно я все-таки хочу чтобы даже с первого раза у меня получилось удачно поэтому я буду делать осознанные какие-то стараться узоры в виде цветка для этого мне понадобится много белого цвета и вот такие вот нежные цвета не должны сочетаться где-то больше буду синего додавать где-то такие нежности красивые будут где-то золотом естественно павлиное перо обязательно в этой технике хочу попробовать нарисовать вот это я буду использовать обязательно обязательно еще хочу отдельную работу сделать с художественных красок вот у меня есть яркие красочки такие и вот мой любимый цвет но я их буду разбавлять с клеем pva и с лаком то есть чистым я не буду их добавлять либо же с водой то есть мы будем стараться нет не стараться мы сделаем с вами картины в трех техниках и сравним до их чем они отличаются что все-таки и какая техника из этого все-таки лучше или для какой работы для какого узора какая техника больше подходит итак первое это с силиконом лаком клеем вторая работа будет чисто с лаком клеем мы будем разводить цвета и третье это будут акриловые краски только с водой и посмотрим что из этого всего получится вот будем сравнивать естественно ну и будет естественно записываться отдельно для этого видео итак дорогие мои ребятушки что нам еще понадобится давайте сразу скажу что за этот весь набор ну а до масло акрил вот это сюда не входит клип его мы не покупали в этот раз вот вот это что мы купили так и это все обошлось 858 гривен 60 копеек на сегодня то есть марте месяца это покупалось так да вам еще надо если нету клей этого надо будет купить клей кого посмотрите может там есть еще меньше размерами до чтобы не покупать такими банками а меньшими размерами себе на пробу естественно вот эти бутылочки они стоят по 49 гривен а вот это стоит 27 можно брать такие поменьше размером которые по 27 гривен но я хочу сделать серию таких картин с узорами с красивыми разными это цветы это морская волна это перья там еще что-то ну такое да на что фантазии хватит вот хочу там много сделать серии этих картин и возможно даже на продажу да возможно будут какие-то конкурсы тоже почему бы нет что нам понадобится мы должны подготовить обязательно еще дополнительные материалы для этой работы это рабочую поверхность где вы будете это делать потому что краски будет много краска будет хлюпаться люпаться возможно это будет везде то есть вам нужно свою рабочую поверхность чем-то вот покрыть до желательно это стол рабочий стол либо на кухне вы будете это делать если у вас есть катер дополнительно сверху какую-то вот либо клеенку либо пищевую клеенку обматывайте сверху сверху еще там кладете какую-то газету а вот на газету еще клеенку салфетки обязательно перчатки обязательно потому что где-то вы будете поправлять пальцами где-то вы капните краской то есть перчатки обязательно чтобы вам потом не пришлось долго и нудно вытирать мыть руки что еще понадобится понадобятся стаканчики чтобы разводить краску в стаканчиках по отдельно разные цвета вот пластмассовые стаканчики для этого хорошо подойдут и если вы хотите потом делать это все эти цвета смешивать в один стаканчик то надо вам вот такой вот большой стакан но это я взяла стакан сохранила с под макдональдса что-то там какая-то жидкость была питьевая вот я его сохранила бы нужно я вот как плюшкин сохраняя все что может пригодиться мне для творчества вот вам понадобятся всякие такие вот палочки для смешивания краски стаканчики тинь-тинь-тинь перемешали себе потом ложечки возможно там для насыпания лака клея так вот удобнее всего вот ножичком возможно таким зубчастым да можно что-то красочку водить по холсту поправлять да и либо какие-то узоры делать можно взять еще вилочку такую дам допустим нанесли краску а потом вилочка где-то вот так вот развели красочку поправили да чтоб красивые узоры создавать то есть берите все при подготавливайте для того что вы считаете необходимо что вам поможет чтобы создавать какие-то красивые узора чтобы это была красивость такая нежность необычность потому что просто нахлюпать со стакана вылить но это тоже может быть да такое но это самое простое что можно сделать и всего этого но хочется еще попробовать чтобы так красивое чтобы сделать из этого всего чтобы какие-то свои узоры добавить да вот и вам могут для этого понадобятся что-то зубчатые виде вилки такой либо виде вот таких зубчатых ножиков пластмассовых потом возьмите еще такой сохраните себе трубочку что вот допустим цветы чтобы сделать да лебестки какие-то да то хорошо через трубочку выдувать воздух и тогда краска будет растекаться в этом направлении и создавать такую вот как бы нежность лебестка переливаться цвета будут разные будет очень здорово поэтому подготовьте для себя еще такие дополнительные материалы вот теперь пару слов о том будем ли мы эти работы покрывать лаком и каким я все свои картины буду покрывать лаком обязательно и я покрываю и у меня в некоторых виде кто смотрит знать что я покрываю картины свои вот этим лаком тут написано фасадный но он подходит для всех работ как и для внешних так и для внутренних он наполовину матовый и имеешь эффект шалковисто матовый кто хочет глянцевый берет глянцевый и у вас будет картина блестеть я видела что некоторые эти работы мастера покрывают эпоксидной смолой отлично я думаю что до эпоксидной смолы я тоже дойду то есть дойдут наконец-то руки до нее мне тоже хочется попробовать и очень много чего хочется с этой смолой сделать если честно но до нее тоже дойдет время те картины которые в этой технике я буду мешать краску с лаком фасадным и клеем пва я буду смотреть нужно ли будет их покрывать лаком потом сверху отдельно или нет но думаю что все таки нужно теперь поговорим давайте о поверхности на чем же лучше все это делать на чем какая должна быть основа какой холст деревяшка стекляшка бумажка или что там у нас я лично буду использовать сейчас ребята покажу вот у меня есть в принципе холсты такого формата это это полотно на картоне ручной работы уже загрунтована тоненько миллиметров возможно три то есть уже прогрунтована лучше берите то что уже прогрунтована с хорошей такой гладкой поверхности это клеенка на клеенке тут у меня лак остался не лака краска осталась предыдущей работы вот можно пробовать на таких а можно взять какую-то картонку либо испорченный холст и на нем провести свой первый эксперимент потренироваться есть у меня такие холсты уже на подрамнике размер 30 на 50 он тоже прогрунтованы на нем значится я хочу сделать что основа будет белая краска а посреди будут нежные цветы из этих красок то есть нежность такая будет вообще посередине я думаю что это будет замечательно и представьте вот такое красивое нежно пятно будет висеть на стене и радовать глаз будет должно вот мои моей голове моей фантазии это должно выглядеть все очень красиво вот есть еще такой квадратный холст он размером 40 на 40 подрамник тоже прогрунтованы здесь возможно я сделаю большой такой красивый цветок но из вот этой из этих же красок здесь возможно будет больше синего цвета так еще есть холст на котором я хочу уже основу сделать из черной краски и на на нем на нем сделать это перо павлиной павлины глаз и с вот этими красками золотой думаю будет то что надо у меня есть вот черная акриловая краска это уже художественно здесь ее по моему 500 миллиграмм то есть ее тут много ее я буду разбавлять с водой чтобы она была такой жидкой консистенции вот нам нас же должна быть краска и мы ее довести должны до такой вот жижи чтобы она не совсем как водичка была а такой консистенции чтобы она была жидкой чтобы она могла хорошо распределяться по холсту чтобы не густой было не стало и никуда не сдвигивается а растекалась вот если вы хотите своих работах добавить еще чего-то такого интересности какой-то можно добавить блесточки у меня блесточки есть они мне остались еще с моих прошлых работ возможно многие видели мою картину сказка вот с нее осталось такая прелесть ее я тоже планирую добавлять в эту технику так что что у вас осталось предыдущих работ там еще что-то можно в этой технике тоже употреблять то есть возможно какие-то сразики а почему бы и нет да то есть вносить что-то свое свое что-то новенькое в эту технику где-то там акцент сделать на этой картине это будет здорово вообще как бы дополнять свою такую красоту создавать свой стиль делать вот принципе ребятушки я вам рассказала что вам понадобится для этого вот и я думаю что на этой неделе я уже начну делать эксперименты то есть уже как бы осваивать эту технику и естественно делиться с вами вот следующих видео так и буду называть там если это акриловая техника силиконом название так и будут писать да вот если это только с водой тоже буду писать если это только лаки витва тоже буду писать и говорить и в конце мы с вами сравним все эти работы что понравилось что не понравилось плюсы и минусы если вы к этому времени сами же что-то попробуйте обязательно пишите обязательно пишите какая вам техника больше по душе или же какую бы технику уже освоили или если вы смотрите впервые это видео и с этой техника не знакомы то тоже пишите свое мнение хотели бы вы попробовать и со мной экспериментировать вот про материала мы по прошлись и скоро будет видео первый способ акриловой заливки так что пишите в комментариях то что там считаете нужным ставьте лайки если вам понравилось это видео и было оно для вас полезным естественно подписывайтесь на мой канал и смотрите другие видео на этом все всех люблю целую до новых встреч пока пока удачи